Уже 9 дней на площади свободы в Сухуми проходит бессрочная акция голодовки. Активисты Асида Кортуа, Джан Сухадлиба и Иван Ачба требуют от парламента Абхазии незамедлительного принятия 20-й статьи Конвенции ООН. К активистам присоединились и объявили голодовку Марина Агарба, Алина Ачба и Бота Ачба. Все эти дни небезразличные граждане со всей страны приезжают на площадь свободы, чтобы подписать петицию за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. За поддержку данной инициативы высказались и некоторые представители абхазской диаспоры в России и Турции. К этому времени уже собрано порядка 7 тысяч подписей. Люди продолжают приезжать на площадь. За это время было две встречи в общественной палате Абхазии. Некоторые депутаты лично приезжали на площадь свободы с тем, чтобы обозначить свою позицию. Складывается ситуация, при которой резких мнений против принятия 20-й статьи Конвенции ООН вроде как нет, но вопрос не решается. Что происходит на самом деле? Почему вопрос принятия 20-й статьи Конвенции ООН не решается так долго? Кто препятствует? Как дальше намерены действовать активисты? Эти и многие другие вопросы мы обсудим сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях обсудить эту тему член инициативной группы Астамур Кокалия, член инициативной группы Наира Амалыя, участник бессрочной акции голодовки Асида Кортуа и депутат парламента Республики Абхазия Астамур Логуа. Добрый вечер. И прежде чем мы приступим к обсуждению вопросов, Асида Зурабовна, я бы хотел задать вопрос вам, вопрос, который наверняка интересует всех наших граждан. Расскажите, как вы себя чувствуете? Как я себя могу чувствовать, как человек после 9 дней на акции голодовки? Ну, в принципе, мы можем еще подождать, если надо будет. А если надо будет, нас могут подменить. Но мы пока сидим и ждем. Ну вот мы услышали мнение, активисты продолжают говорить о том, что голодовку они не прекратят. Ну, давайте с главного. Почему вопрос не решается? Астамур, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Может быть, сначала Астамур... Вот мне интересно услышать ваше мнение, потом попросим Астамура, депутата парламента, прокомментировать. Хорошо, давайте. Вот смотрите. Голодовка началась 10 дней назад. Сейчас уже скоро 11 день пойдет голодовки. Парламент все еще не собрался на сессию. Астамур все еще не рассмотрел вопрос, собственно, закона. 11 дней весь парламент, который согласен с принятием декларирования и признания незаконного обогащения уголовным деянием, что в сумме является 20-й статьей, не собрался и не работал над этим документом. Правильно говорю Астамур? Да. Сам по себе этот факт уже многое объясняет. Идем дальше. Нас периодически спрашивают, что же вы хотите улучшить. Вы позволите еще раз по АГТРК сказать тем, кто нас, может быть, недопонял? Астамур, можете обратиться в эту камеру и, пожалуйста, у вас... Спасибо огромное. В проект закона, принятого о декларировании должностными лицами и депутатами собственности и доходов, несколько поправок наших были учтены, а несколько поправок были не учтены. Мы предлагаем расширить круг декларантов супруг, супруга и несовершеннолетние дети в принятом законе и отложенном на 11 месяцев. Мы предлагаем расширить круг декларантов. С этим согласен был Астамур, с этим согласны было большинство депутатов на наших встречах. О расширении круга декларантов. Но, к нашему удивлению, в итоговом принятом законе круг декларантов остался супруг, супруга, несовершеннолетние, даже совершеннолетние дети были вычеркнуты из этого списка. Второе. Убрать гриф секретности в нескольких местах он случайно, возможно, остался. То есть никакой вот, знаете, вот пункт седьмой. Сейчас по пункту, подождите, секундочку. Так, пункт. Астамур, давайте, если проще говоря, получается, остается какая-то лазейка все равно. Нет, нет, нет. Давайте простым языком. Остается лазейка, на кого можно там оформить. Еще раз, никакой лазейки. Вносите в круг декларантов совершеннолетних детей, а вообще желательно мать, отец, родители, брат, сестра. Второе. Собственно, понятие декларирования. И нет меры наказания за ложные данные. Мы предлагаем простую и ясную формулировку. И самое главное. На наших встречах в парламенте депутаты парламента в большинстве своем придерживались мнения, что понятие должностное лицо предельно ясно отображено в данном законе и в Трудовом кодексе Абхазии. Это лицо, осуществляющее контрольно-надзорные функции, лицо, принимающее административно-хозяйственные решения, финансовые распределения средств, лицо осуществляющее, и лицо, принимающее кадровые решения. То есть невозможно сделать вид, что вы не понимаете, что такое должностное лицо. К должностным лицам не относятся ни водители по этой трактовке, ни технички, никто. Аслан Георгиевич Бжане говорил о том, что понятие должностное лицо отображено в законе. Что этот закон самостоятельный, что он может вступить в силу. Александр Золотинскевич Анкваб говорит о том, что необходим дополнительный закон о госслужбе, который бы понятие должностное лицо еще раз объяснял бы. Большинство парламента согласны с тем, что должностное лицо, понятие определено. Никаких внятных аргументов против вступления в силу этого закона сейчас нет. Если есть, мы хотим их услышать. Спасибо, Астамур. Вот прозвучал вопрос. Все-таки для ясности понятие государственный служащий и должностное лицо – это разные понятия? Давайте скажем так. Есть два мнения по этому поводу. Я не говорю, что в словах Астамура есть неправда. Есть действительно люди, которые считают именно так. Но есть и другие мои коллеги, которые говорят о том, о чем сейчас Астамур сказал, что надо вдобавок принять закон о государственной службе, который расставит все точки над «и». Повторюсь, мне как не юристу, знаете, бывает два юриста, три мнения. Очень тяжело сейчас однозначно сказать. Но скорее я тоже больше думаю, что раскрыто в этом законе. Само понятие должностного лица. Но вы знаете, что сколько лет ребята ходят с этими инициативами. Я, конечно, столько лет этим не занимался. Но придя в парламент, занялся этим вопросом. И для меня важно было, знаете, принять за основу закон. Мы сейчас говорим о двух-трех поправках. Пусть для меня, например, одна самая существенная, о которой я говорил. И, как мне кажется, имею непосредственное к ней отношение. Это вот поправка, касающаяся круга лиц, да, декларантов. Это братья-сестры, родители, совершеннолетние дети. И действительно, когда я ее предлагал, я и сейчас от этого не отказываюсь. Я считаю, что, значит, расширив таким образом круг декларантов, мы сделаем еще более прозрачным, значит, понятие, скажем, чиновничества, госслужащего и его семьи, окружения. Пусть кто-то скажет, что можно оформить на друзей, на соседей и так далее. Но, к сожалению или к счастью, в Абхазии уже есть примеры, когда родные братья-сестры за что-то спорят, судятся. И таких прецедентов немало, примеров немало в стране. И потому, мне кажется, что все-таки действительно это было бы еще более прозрачно, если бы мы смогли расширить круг декларантов. Для меня это самая важная поправка, я говорил и коллегам. Мы согласны на совершеннолетних детей и принятие сейчас. А, вот здесь видите, принципиальная позиция такая, что вот коллеги говорят, что они согласны, даже не углубляясь в родителей, не уходя в братья-сестры, хотя бы на совершеннолетних детей. Я хочу отметить, нас смотрит вся страна, люди реально и возмущены, наверное, самим поведением или восприятием, скажем так, парламента данной ситуации. Отчасти имеют на это, конечно, право, когда 8-9 человек в мирное время в стране, где нет врагов. Да, у нас мы не боремся за свободу, за независимость, у нас есть свое государство. Когда 9 наших граждан сидят, то есть 9, говорю, наши граждане сидят на площади и проводят такую акцию, никому это не нравится. И в стенах парламента тоже, безусловно, не чудовища собрались и не с другой планеты люди приехали. Мы, конечно, не можем радоваться тому, что происходит, но другое дело, что прошло много дней и, безусловно, имеют люди право спросить, а что вы для этого сделали, что вот 10-й день пошел и пока никаких мер конкретных принято не было. Однако, как наши друзья говорят, многие коллеги мои, оказывается, в мое отсутствие приходили на площадь, оставили свои подписи, говорили о том, что они поддерживают. Вот, значит, данное начинание и вообще идею, таким образом я делаю вывод, что, наверное, придет момент, будет сессия, и когда они поддержат те поправки, которые я буду выносить. Ну, наверняка это звучало бы прекрасно, если бы мы не понимали, что сегодня, прямо сейчас на площади в Сухуми есть люди, которые объявили голодовку, наверняка с каждым днем чувствуют себя все хуже, хуже и хуже. При этом, как бы, голодать не прекращают. Давайте попробуем разобраться и постараемся раскрыть все скобки. Наверняка было множество кулуарных переговоров и в стенах парламента. Кто препятствует принятию этого закона? Астамур, давайте поговорим с вами, почему получается так, что вроде бы как бы все складывается, но на деле оказывается, что результатов никаких нет. Вы знаете, когда любой коллектив, он состоит, вот этот коллектив состоит из 35 человек. Инициативная группа, вы имеете в виду? Нет, парламент. Люди приходят, расписываются, но они все никак не могут собраться на сессию и просто принять закон. Почему? Я вас спрашиваю, почему? Нам предлагают обсудить. Мы говорим, а обсуждать-то особо уже нечего. Любая бюрократическая даже тягомотина, да, вот канцелярская, она у семьи декларанта. Ну, так как они не являются людьми, которые декларируют свои доходы и расходы, так как они выпали, потому и не разрешаются. Как это? То есть мне... Нет, на сегодняшний день в принятом законе же нету братьев, сестер, совершеннолетних детей. А для чего тогда их писать, кто они? Запрещается указывать данные супруги, даже по сегодняшнему закону или супруга, да, и несовершеннолетнего ребенка. И мы хотим, как бы это поделикатнее выразиться, все очень просто. Вы задаете депутатам парламента, когда они к вам приходят, ребята, а почему закон до сих пор не принят? Что вам на это отвечают? Нам говорят следующее, мы за, мы поднимем руку. И даже сейчас это продолжается 11 дней. Нам говорят, что вы хотите улучшить? Мы говорим, что хотим, они нас прекрасно понимают. Мы спрашиваем, а зачем вам ждать закона о госслужбе? Понятие должностное лицо определено? Определено. Не определено понятие государственной служище. Я так понимаю, давайте попросим Наиру включиться в наш разговор. Вы пытаетесь воткнуть понятие госслужащий. Нет, я пытаюсь разобраться. Закон называется. Наира Консаловна. Закон о декларировании должностными лицами и депутатами. Нет, 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 Астамур, мы приняли его как закон о декларировании государственных служащих. В итоге закон был принят как закон о декларировании государственных служащих. Должностных лиц. Государственных служащих. С вами, включитесь, пожалуйста. Я хочу немного отойти. Слушайте, я этим занимался или вы... Слушайте, вы дали такой закон. Ну, может быть, вы какую-то версию другую... Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Какая разница, должностные лица или государственные. Пожалуйста. Наира Консаловна, давайте немного отойдем от обсуждения самого закона. Обязательно вернемся. Давайте поговорим о людях, которые находятся там. Все мы ежедневно следим за вашими прямыми эфирами. Расскажите, какая там атмосфера. Скажите вообще, что говорят люди, которые приезжают. Давайте поговорим об этом. Что говорят люди? Очень много чего говорят. На самом деле у нас недовольной жизнью и социальной жизнью очень много. Люди приходят разные. Приходят бабушки, которые плачут и говорят, вот когда-нибудь в этой стране будет хорошо житься. Может быть, и мы застанем. Если не мы, так наши дети. Есть ветераны войны, которые приходят, которые надеются все-таки, что их победа не уйдет на смарку. Приходят сегодня целая группа женщин профсоюза из рыночного, по-моему, да. Профсоюза пришли прям 20-30 человек. И они конкретно говорят нам, когда вы нас соберете. То есть, вот анализируя всю ситуацию, я понимаю очень хорошо, что у народа скопилось так много гнева, что выплеснуть куда-то это все равно придется. Поэтому грамотные политики должны бы заметить, что вот выплеск всей этой энергетической, эмоциональной структуры нужно пустить в рациональное русло, чтобы людям это помогло. Вот почему бы не эта статья. Вот та площадка, которая создалась на Площади Свобода, она у нас спонтанно получилась. Потому что в нашей группе инициативной все разные люди, абсолютно разные. И социальным уровнем разным, и политическими взглядами. Сторонники трех кандидатов, есть и которые против всех, и таких, мне кажется, большинство. Но не суть. Площадь наша собрала всех людей без разбора. И мы об этом заявляли, что мы ждем поддержку всех людей. Независимо, какой они части политической относятся, кого они поддерживают на выборах и так далее. Мы предоставили эту возможность. И к нашему удивлению это великая радость. Знаете, вот девочки объявили голодовку, ребята, им очень тяжело, но они общаются со всеми. Все к ним подходят, им тяжело, им еще утяжеляют, еще тяжелее становится. Потому что людям, как будто священнику выплескивают, все, что накопилось, они выплескивают там на площади. И замечательно именно то, что они нашли возможность, где это сделать. То есть, когда система не работает должным образом, когда власть немножечко становится оторванной от народа, народ как без… никому не нужно как бы остается. Вот такая вот ситуация сейчас. И они нашли эту площадку. И когда они там встречаются, сторонники Жаня, сторонники Ардзенба, сторонники Дзапщипа… Когда они там встречаются, они обнимаются, целуются, разговаривают, обмениваются мнениями. То есть, очень-очень все мирно и цивилизованно. Ну, бывают и какие-то жесткие споры тоже бывают. Но все равно, если человек общается с глазу на глаз, а не в Фейсбуке, где все ругаются, здесь получается совершенно другая картина. И это радует. И вот все вот это, вся эта энергетическая масса, так скажем, людей, вся их энергия должна быть направлена на созидание. И политики грамотные, я надеюсь, что и в парламенте такие люди есть. Вот я сегодня Сократа Джанчал, по-моему, да, я слушала с удовольствием в общественной палате. То, как он говорит, то, как он направляет, то, как он поддерживает 20-ю статью Конвенции ООН. Ну, да, она не панацея, но она будет работать. Работает во всех странах эта статья. И у нас заработает. А вот те страшилки, о которых рассказывают, они даже не закреплены никакими аргументами. Понимаете? Некоторые говорят, ну, она не будет работать, но раз вы так хотите, примите. Приходят депутаты. Даже самые такие вот ярые противники, бывшие, вдруг нам заявляют, да они вообще за... Я говорю, да, ну тогда подписывайте, тогда я подпишу. Вот вы сказали, что есть ярые противники. Вот хочу, чтобы мы здесь все... Извините, просто это важный момент. Астамур, Наира, Асида, Астамур. Давайте назовем имена этих депутатов, которые выступают против принятия этой статьи. Вы попросили дать вам слово. Пожалуйста, назовите имена. Вы знаете, как... Я вот этой теме давно... Нашими руками пытаются свести счеты разные группировки. Кто пытается свести счеты? Я вам объясню, это не вас касается. Но, чтобы вы знали, нет ни одного политика, который бы сказал бы абхазскому народу, что я не буду декларировать свою собственность, я против декларирования чиновниками собственности, я не буду отвечать за свои активы. Такого политика в Абхазии нет и быть не может. На сопротивление носит скрытый характер. Скрытый характер попытки зацепиться за что-то, оттянуть время, то есть труднодоказуемо, понимаете? Оттягивание время, постоянные отговорки, не аргументы, отговорки постоянно идут. Мы преодолеваем одну отговорку, нам выстраивают другую. Мы, дескать, не можем понять, что такое должностное лицо. Идем дальше. Круг родственников, не можем понять. Опять два-три месяца. И вот так, и вот такая эшелонированная оборота, в том числе информационная. Когда нам говорят о панацеи, 20-й статья не панацея. А что панацея? Фотографии в интернете, на которые молятся люди, молитвы ставят. Нас часто обвиняют в пиаре. Скажите, пожалуйста, люди, которые годами, вот их буклеты разносят, на билбордах они, рекламная продукция, по сути, превратились в средства массовой информации, в рекламную продукцию. Основывать свои агентства по своей рекламе, и сами же оплачивают эту рекламу. Говорят о рекламе декларирования чиновниками собственности, как о пиаре. В конце концов, это какая-то справедливость. Знаете, здесь человеческая этика. Это первое. И второе. Бессмысленно в стране говорить о каких-то реформах, о каких-то других мерах. В стране, где чиновник не декларирует свою собственность, не отвечает перед своим народом за свои активы, говорить о борьбе с коррупцией. Дескать, мы какой-то там меры какие-то такие. Вы понимаете, малограмотных людей хватает, но и грамотных людей в Абхазии хватает. Да, эта мысль звучала много раз. Сида Зурабовна, я вот вопрос, который адресовала Стамуру, хочу адресовать вам. К вам депутаты приходят. Наверняка вы за этот период уже реально стали экспертами в этом вопросе. Это наверняка так. Кто все же препятствует принятию этого решения? Ну, сейчас, если говорить, вот именно кто препятствует, я не могу имен назвать. Я могу вам назвать только тех, кто к нам приходил. Я, если честно, и весь... Назовите тех, кто приходил. К нам приходили и подписывались. Рауль Лолуа, Бата Лайба, Астамур Аршба, Дима Дбар, и самый первый был Тар Байнау. И Чамагу, да. Мулаша, Ашуба, Беби, они, по-моему, тоже... Вы фактически перечислили вору. Фактически, да, называем тело. Вору перечислили вору. Немного не хватает. И где за? Скажите, пожалуйста, сколько депутатов необходимо для того, чтобы хотя бы собрать экстренно сессию парламента? Нет, любое решение, чтобы принять, нужно, если это не конституционный закон, а это не конституционный закон, простое большинство, 18 человек. Давайте поговорим с вами. Вы кухню парламентскую знаете лучше нас. Когда вы выступаете за принятие 20-й статьи Конвенции ООН, когда вы переговариваете со своими коллегами, наверняка это происходит, вы говорите, коллеги, давайте соберем сессию парламента. Что происходит дальше? Давайте так. Я хочу, чтобы еще раз люди услышали нас. Мы вот говорим о 20-й статье Конвенции ООН, а в принципе рассуждаем об изменениях в законе... Она невозможна. Я понимаю. Я как раз об этом и хочу сказать, Астамур. Мы говорим о 20-й статье Конвенции ООН. И шаг не делаем. Да, и шаг, сейчас первый шаг, и вообще суть одной составляющей, это декларация о доходах. Второе, это вот понятие незаконного обогащения, то, о чем говорит часто Астамур. Эти понятия надо разделить. Мы сегодня говорим о законе, не о 20-й статье. Но в то же самое время, вот, например, если возвращаться к вашему вопросу, что происходит. Ну, вот буквально меня не было в Абхазии неделю. Я приезжал, уезжал. И вчера, возвращаясь домой, мне позвонил спикер. Вчера же это было, да. И попросил поприсутствовать на мероприятии, организованном ветеранами Отечественной войны, в музее боевой славы. Куда я пришел? Позавчера, да, это было, наверное, или вчера? Вчера. Значит, понятно, были эмоциональные выступления. Отчасти с чем-то, конечно, согласен, с чем-то есть, где, как мне кажется, немножко перегибается палка. Все-таки мы не враги друг другу. И, наоборот, должны через диалог, через совместную работу выйти к хорошему, правильному результату. Еще раз повторюсь, да, согласен, есть, значит, у людей право думать, что 8-9 дней, ну, вот мы никак не можем собраться. Однако сегодня было совещание, рабочее, которое должно было быть вчера, на котором присутствовало, ну, я не могу сказать, что весь состав парламента, но было человек 15-20, наверное, было все-таки, где этот вопрос как раз стоял первым в повестке дня, мы его обсудили, я рассказал о том, где я был в музее, что я услышал о ваших требованиях, письмо занесли, как раз Александр принес в это время письмо, обращение к депутатам и к парламенту, ну, к спикеру, значит, его зачитали, обсудили. Скажу, что в парламенте было много разных мнений по этому письму, знаю точно, что спикер парламента поручил правовому комитету парламента, значит, ответить на ваше обращение и, скорее всего, я знаю, что сегодня этим прям занимались люди, один из моих коллег из-за этого, по-моему, не смог здесь присутствовать. То есть мы завтра получим? Да, я надеюсь, что завтра мы услышим ответ по каждому пункту обращения вот вашей группы в парламент. Это первое. Второе. Я могу, конечно, этого не сказать. Вы можете сходить в парламент, как журналисты, поспрашивать депутатов, чье это было отдельное мнение, но само мнение должно прозвучать и люди должны это услышать. В парламенте сегодня один из наших коллег предлагал следующее, что, в принципе, мы идем цивилизованным путем, да, это неприятно, нехорошо, что происходит вот такая акция, что люди, значит, могут подпустили одного из моих коллег, она следующего характера, а почему бы нашим друзьям, коллегам, коль такая ситуация, не пойти на референдум? Значит, вот такая мысль тоже звучала, что 7 тысяч подписей уже собрано, осталось всего лишь собрать 3 тысячи и пойти на референдум и спросить у абсолютного большинства населения страны, что они думают, значит, по вот этим, значит, всем моментам. Следующее, на этой же встрече я озвучил, как и обещал вчера, что не отказываюсь от данных поправок, еще раз повторюсь, с чем-то действительно согласен на все 100%, но и остальные мы дообсудим. Я обязуюсь на сессии парламента, если все таким образом будет идти, как, пользуясь своей депутатской возможностью и, то есть, проявить инициативу, вынести эти поправки на сессию, как поправки к закону, принятому нами в январе этого года. И я очень надеюсь, что мои коллеги, раз уж мы говорим, что Астамур говорит, что в частных беседах он говорил с абсолютным большинством парламента и это поддержится, я надеюсь, что эти поправки будут поддержаны. Однако, хочу заметить, чтобы никто не думал, что эти поправки я когда-то прятал их от кого-то или не выносил на сессию, я уже много чего разного слышу, но хочу сказать, и думаю, мои коллеги подтвердят, что поправка близких родственников, мы ее часто обсуждали, я к ней имею действительно непосредственное отношение, но на комитетском заседании, когда предлагаются поправки, за них голосуют. Вот они не прошли по этой самой причине. А кто голосовал против? Я не могу сейчас... Кто голосовал против? Кто же нам не в силе совершеннолетних детей? Оно не тайное, это голосование не тайное, но сейчас мы не в прокуратуре находимся, я не подсудимый, вы не прокурор, и вообще это неэтично, и это неэтично. Я бы еще хотел добавить, извините, извините. Вы извините, но я вас потороплю. Хорошо. Последняя новость сегодняшнего дня, да, вот еще раз возвращаясь к вашей акции, инициативе и Астамура работе, значит, исполняющий обязанности президента страны вызвал сегодня министра иностранных дел, пригласил, так скажем, и поручил ему разработать законопроект, по которому Абхазия присоединится к конвенции ООН по борьбе с коррупцией, то есть не только к 20-й статье, а вообще ко всей конвенции. У меня сегодня не получилось с ним встретиться, с Дауром отдельно, Вадимовичем, но по телефону, буквально идя сегодня на эфир, он сказал, что уже работа идет, мы отослали, значит, всем ведомствам письма, ждем от них ответов, от ведомств всех, и потом будем обращаться к парламенту. У меня вопрос, Стамур, подождите секунду, у меня один вопрос. Я спрашивал, сессия парламента в ближайшие дни будет? Нет, пока мне о ней ничего не известно. Вот, подождите секунду, Асида Зурабовна, получается, что в ближайшие дни сессии парламента нет. Нет, я сказал, мне не известно пока, может, завтра скажут, что будет. Да, конечно, пожалуйста, я видел, да. Слушаю все ваши дебаты, мне очень интересно, конечно, Астамур, тебе спасибо большое, что вообще пришел к нам. Первое, я вот не согласна, Астамур, что ты говоришь оставить только взрослых детей. Только как мы вносили и как оно было. Только на это мы... Это вы вопрос Астамуру как они описываете? Да, это, чтобы я даже не вопрос задаю, а констатирую факт. Да, мы это все обговаривали, там все внесено. Но Астамур, ты тоже это знаешь, мы хотим, чтобы оно было в таком виде. Это первое. Второе, вот Астамура, у тебя прозвучала такая фраза, мы же не враги, мы же в одной стране живем. Ты знаешь, вот когда была война, когда враг понятен, он обозначен, это очень легко. Ты вот идешь и воюешь с этим врагом там напрямую как-то, как-то. А вот когда вот такой скрытый враг и непонятно он, кто тебе, вроде бы мы видимся вот на площади, и все как бы мы друзья, все мы хорошие. А на самом деле получается, что мы вообще никакие нехорошие. Вот тогда непонятно, с кем мы воюем. Вообще на сегодняшний день, да, вот смешно, наверное, но я считаю, что мы требуем от парламента, вот требуем закона, то, что парламент вообще должен от простых людей требовать. Знаете, мы народ простой, требуем закон. Мы хотим жить узаконенно, хотим жить, чтобы у нас все было хорошо. Но почему это неужели так трудно вот взять и задекларировать свои доходы? Мы же знаем, знаете как, я вот всегда думала об этом и прихожу к такому выводу. Вот мы знаем, у вас зарплата 18 тысяч, да, еще там, да, еще какие-то там премиальные, может быть, я против такой зарплаты для депутата, для чиновника. Она должна быть более достойная. Но и она была бы у вас вот с этим законом тоже. Она вот никак, вот я не думаю, что помешает вам зарабатывать нормальную зарплату. Мы все понимаем, в наше время на 18 тысяч точно ни вы, ни мы, никто не проживет. Тем более, когда вот в разных ситуациях находимся, это все понятно. Дело не в этом. Но декларировать доход избранника, избирателю вообще должно быть понятно, с чем он имеет дело. Человек, который для меня лично, да, я сейчас не сужусь говорить о всех. Человек для меня, вот которого я выбрала, выбрала, там, в президенты, в депутаты, ну, любой чиновник. Вот пускай бы он же, он же служит народу, он как бы слуга народа. Если он не хочет мне показать, вот как он это заработал, то, что он вдруг там заимел, например, вот я считаю, что он просто у меня своровал эти деньги. Вот я, ну, как бы так думаю, может быть, это не совсем правильно, но получается так. Это первое. Второе, вернее. Вот третье, что я хочу сказать. Вот вы, ты сейчас тоже обозначил такой момент, что я пока не знаю, когда будет сессия. И мы тоже не знаем пока, сколько мы можем выдержать. Может быть, ваша парламентская группа ждет, что кого-то вынесут вперед ногами. Я извиняюсь чуть-чуть за грубость, но я тоже чуть уже, наверное, на нервах. Я считаю, что это неправильно. Мы уже даже не просим, как бы, чтобы вы это рассмотрели. Мы требуем, чтобы было экстренное заседание вашего парламента. Потому что этот парламент, тот же самый депутатский состав, 35 человек, они должны понимать, что сегодня народ не 7 тысяч, у нас уже до 9 тысяч голосов официально. Должны понимать, что 9 тысяч против 35, наверное, какое-то слово они имеют. Это во-первых. Во-вторых, вы должны были знать, что сегодня в Турции сели на голодовку. Они не просто уже собирают подписи. Там люди сидят на голодовке. Вы понимаете, это уже мировое значение имеет. Это не в рамках Сухума и Абхазии. Это уже мы вынесли на мировой уровень. Это вам должно быть сейчас стыдно. Я не имею в виду лично тебя, всему парламентскому составу, депутатскому составу. Это в самом деле стыдно. Лично мне стыдно, что там в Турции кто-то из-за того, что я сижу здесь на площади, и он там пошел в солидарность со мной, сел на ту же самую голодовку. Я понимаю, те, которые здесь сели. Они хоть с нами рядом находятся. Еще что хочу сказать, Астамура. Вот мы, понимаешь, сейчас пошла вот сегодня прямо в Фейсбуке, прям волной прошлось. Независимо от нас народ уже хочет собраться. Не назначают время. Стихийно собраться. Они время назначают. Они не говорят, мы пойдем штурмовать этот парламент, потому что он уже всем опостылил этот парламент. Даже близко, наверное, рядом ходить туда не хотят. Мы все собираемся, говорят, на площади. Даже время обозначают. Это не потому, что мы вот взяли, вы же не видели, никакого эфира не было. Никто это не может сказать, что мы взяли и объявили. Люди сами назначают время. Они репостят свои посты. Они друг с другом перезваниваются. Это мы не можем остановить. Я лично от лица своих друзей, инициативной группы, ответственность снимаю с себя, если что-то произойдет непоправимое. Оно может произойти с Тамур. Я говорю с тобой, говорю с тобой, вот лично как человек, пропустивший через свое сердце, три тысячи человек. Это лично три тысячи голоса, вот подписи, лично собирала я сама. Понимаешь, и каждый из них говорил со мной. Это закончится, все равно эта акция закончится, я пойду домой. Но я не знаю, как живется вам, депутатам, вот не зная о нуждах своего народа. Я тех, кого пропустила через себя, через свое сердце, я их не смогу забыть. Понимаешь, вот мне вот, я живу, я хожу, и мне больно за каждого из них. Мне реально больно. Может, мне не легче, чем кому-либо, может, и тяжелее где-то в каких-то моментах. Ну, ты понимаешь, там приходят, вчера у нас был, вы пропустили, гагринский батальон. Люди на костылях приехали, люди рыдали, стояли, вы понимаете. Они поймали вот национальную... Почему я говорила, выплескиваете все на площади. Они поймали национальную идею, они поверили, что борьба с коррупцией, реально, это идея национальная. Они в нее поверили, они ее понесли. Они поверили в нас, они видят, что у нас на площадке никогда не бывает никаких разговоров о выборах. Мы это запретили изначально. На нем лежит табу, никаких разговоров. Каждый из нас, поверьте, кто вообще в этом участвует, лично я первое говорю, что я на сегодняшний день против всех президентов. Вот в прямом эфире, к каждому кандидату обращаясь, с чистой совестью говорю, что не верю ни одному из них. Это все лицемерство, все, что мы видим на сегодняшний день, это ложь и лицемерие. Тот же самый кандидат в президенты, те же самые депутаты. Может, хватит уже нас кормить обещаниями, мы 9 дней не едим. Ну, хорошо, кто-то скажет там, ну, захотели, поголодали, ну, пускай поголодаем. Вы понимаете, что это уже превращается в нечто, которое мы, простые, те голодающие, у нас даже уже сил не будет это остановить. Депутаты, ветераны, обычные граждане, даже маленькие дети подходят, вот бывают такие ситуации, 10-15 лет подходят. А можно мы тоже запишемся? Ну, не знаю, примите, что они на реакции. Спасибо большое. Я думаю, ситуация понятна. У меня такой вопрос. Я лично присутствовал на одной из встреч в общественной палате, где был единственный депутат гостем, это Натали Смыр. Она, так же, как и общественная палата, просила прекратить голодовку. Мы все просим. Да, я знаю. Призывала инициативную группу сесть за стол переговоров и, как бы, разработать вот эти вот расхождения, прийти к компромиссу. Это первый момент. И второй момент требования, это принять статью, 20-ю статью Конвенции ООН. То есть только тогда будет прекращена голодовка. Но есть же какие-то технические моменты, необходимо комитетское слушание, там этот вопрос необходимо выносить на сессию парламента. Это надо ускорить, конечно. То есть даже сессии парламента пока нет. А еще же вот этих вот, сколько вытекающих процедур из этого. А можно я перебросу? Можно я отвечу? В любом случае, да, конечно, у меня вопрос. В любом случае это время, которое в этой ситуации играет против лично вашего здоровья. И поэтому вы рассматриваете варианты, когда, допустим, хотя бы после того, как сессия парламента начнется, прекратить голодовку? Я вот знаете, какой вариант рассматриваю? Именно экстренное принятие этого закона. Потому что за последние... Закон принят поправки. Да, поправки к этому закону. Именно мы все вот здесь стоящие и те, которые нас сегодня в прямом эфире слушают. За последние два месяца экстренно, в течение получаса, были приняты два важных закона. Отставка нашего президента, который в течение получаса все сделали прекрасно. И закон о смертной казни. Я уже это говорила, не хотела повторяться, но это так. Понимаете? Закон о смертной казни принят в нашей стране вообще без всяких... Когда экстренно очень... Наркоторговая... Вот оно было принято буквально за два дня, буквально за два дня, как мы сели на эту голодовку. Вы понимаете, я вообще считаю, это судьбоносный закон, очень важный закон для всех граждан. Когда принимаются такие законы, которые могут лишить жизни любого гражданина, вообще-то это надо вынести на обсуждение к народу. У меня к вам тогда встречный вопрос, насколько... Ведь есть большая вероятность того, что закон, такой серьезный закон, принятый наспех, наскоро, под давлением, в любом случае это давление, может просто не работать. О чем, в принципе, многие депутаты говорят, что закон недоработан, он может не работать, в принципе, он может быть неэффективным. Конкретнее можно вот это вот, что недоработано там? Что? Конкреткий нет? Конкретный закон уже готов, он прям прорабатывается в течение семи лет, уже принятый в трех-четырех чтениях, просто нужно внести поправки. Ну вот все нам говорят, вот зачем вам этот закон, он не работает, ну пусть он не работает, докажите нам, что он не работает, примите его. Ну вот в чем проблема, я не вижу. Принять этот закон, который не будет работать для вас, ну это для нас может спасение. Можно вопрос один, к вам? Ко мне лично? Саид, скажите. Обычно здесь, конечно, вопросы задаю я, но для вас сделаю исключение. Ну смотри, столько много законов, столько, такое количество законов принято, и они не работают. Этот не принят, и говорят, не сработает, не сработает, не принимает. Потому что вам не кажется это подозрительным? Астамур, когда я буду баллотироваться, если я вдруг решу стать депутатом парламента, поработаю пять лет и обязательно отвечу на вас? И обязательно отвечу на ваш вопрос. То есть вы принимаете уже, примите этот закон. Если говорить о законах дачи, у нас есть пакет законов антикоррупции. Не нужно никакой пакет, пожди. Тогда нельзя просто в имеющийся закон внести поправки, которые, какая разница, как это назвать? Нет, нет, вы знаете, вот эти все пакеты, все вот эти, Саид, вот эти все пакеты, все вот эти отсылки к общей конвенции, другие пакеты. Какой конвенции общий? Мы не мешаем этим пакетам. 20-я стадия уже, конвенция ООН уже вас не интересует. Нет, нет, один момент. Знаете, как мы видим? Сопротивление, знаете, как идет? Что вы имеете в виду? Ну, сегодня, чтобы Ганба поручил... Пожалуйста, дайте досказать. Мысль. Не сбивайте, пожалуйста. Примите закон о декларировании сейчас. Признайте незаконное обогащение. Обратитесь в камеру. Я думаю, депутаты парламента... И после этого принимайте сколько угодно других пакетов и других законов. Прекратите переводить тему. Астамур... Это уже не работает. Послушай, Астамур, дорогой мой. Вот даже сейчас, объясните мне, мы пришли говорить про декларацию о доходах и расходах. Правильно же? О поправках, да, конечно, о людях в первую очередь. Да. О поправках к этому закону, который принят. Да. Вы сейчас говорите про незаконное обогащение. Но давайте не будем обманывать людей. Невозможно завтра или послезавтра принять отдельно закон, проект закона, который вами был подготовлен, если я не ошибаюсь, и через меня был зарегистрирован. Ну хотя бы о декларировании-то можно принять? Ну я же говорю, потому что, слушайте, не было даже комитетского слушания по нему. Потому что еще будет ягомодина бюрократическая. Тогда получается вообще какой-то... Нет, про незаконное обогащение, речь о незаконном обогащении. Это разница между задекларированными доходами и реальными. Незаконное обогащение, это разница между ними. Не приняв закон о декларировании, вы не можете признать вот эту разницу без этой отметки. То есть это должно пойти сначала. И вот этот первый шаг, мы к этому шагу, я не знаю, великотечественно, наверное, быстрее закончим. И вот здесь я хочу отметить, ну не из-за того, что я там не так думаю. Я абсолютно с осидой согласен. И тогда говорил, если мы будем говорить о поправке по близким родственникам, то давайте, чтобы, знаете, вот какой-то компромисс, да, я как понимаю, Самур, с вашей стороны, только совершеннолетних детей, и это нас устроит. Я как понимаю, никакой комиссии, никакой комиссии, все, хватит. Все, и гриф секретно убрать. По грифу секретности будем говорить дальше. Это до выборов. До выборов. Хотя до выборов. Это закон можно принять за полчаса. Здесь не закон, здесь две-три поправки, которые надо озвучить. По каждой поправке отдельно проголосовать и закончить. Сколько технических времени при сессии за полчаса? Астамур, вот эти ваши поправки, каждую по отдельности, чтобы не завалить, зачитать, сказать. Так, друзья, голосуем за понятие близких родственников. Проголосовали, посмотрели на экран. Есть 18 голосов, поздравляю, приняли. Вторая, третья, пятая, десятая. Астамур, чем мы можем помочь, чтобы парламент собрался? Час максимум. Послушайте внимание, час максимум. Я еще раз говорю, давайте сделаем следующим образом. Поручил спикер комитету, я сегодня озвучил эту позицию. Могу после этого эфира еще раз, завтра или сегодня же, позвонить, сказать. Люди просят, надо сделать, ускорить и так далее. Я просто говорю так, для того, чтобы не настроить против вообще идеи многих людей, которые считают, что вы давлением занимаетесь. У меня возник вопрос ко всем вам. Понимаю. У меня возник вопрос ко всем вам. Давайте, пожалуйста, друг друга слушать. Одно из главных требований принять закон до выборов... И закон поправки к закону. Да, простите, принять поправки к закону до выборов президента Республики Абхазии. Ну, есть все шансы, что этот закон до 22 марта принят не будет. Ну, так складывается на сегодняшний день ситуация. Как вы будете действовать? Дальше. А Сиди Зурабовне вопрос. Я надеюсь, что благоразумие у всех хватит, наверное. Честно говоря, я сам не знаю, как на этот вопрос ответить. Я не могу вам вопросить, да. Я тоже не знаю, как на этот вопрос ответить. Да, я тоже не знаю. Возможно, мы выйдем на референдум. И если другого рычага давления не будет, значит, референдум. И еще я хотела бы отметить. И тут Астамур намекал на это тоже. Нашу площадку очень многие стороны хотят использовать. Мы, инициативная группа, сегодня вот отдельно собрались. И вместе с ветеранами очень долго обсуждали этот момент. То есть есть такая опасность, что собравшиеся люди будут каким-то образом спровоцированы. Чтобы пойти опять, значит, старым сценарием, который трижды повторялся в нашем государстве. Битья окон, битья окон и, значит, вваливаться в парламент или в администрацию президента. У нас очень любят. Но вот этих моментов мы не допустим. Мы говорим открыто. Наша площадка обсуждает, и это акция только по 20-й статье Конвенции ООН. Только по этому поводу. Если у кого-то созревают какие-то иные планы, хочу им сообщить, мы разрушим ваши планы. Завтра придут только, если придут к нам люди на площадь, а они сами собираются прийти, ветераны войны и так далее. Мы объявим, что речь идет только о 20-й статье Конвенции ООН. Никто штурмом брать парламент не будет. Никто не будет объявлять ввод ум недоверия. Мы хотим заставить работать парламент. Для нас это не годится, потому что у нас люди голодают 10-й день. Если, значит, распустят весь парламент, это еще месяцы люди должны сидеть, голодать и ждать. Так получается. Нам нужен быстрый результат. Закон принят. Осталось принять две поправки. Изменить. Пожалуйста, сделайте это. Больше ничего мы не произведем. Саид, я тоже отвечу. Астаму, скажите, пожалуйста. Я на ваш вопрос хотел ответить. Предыдущий. Вы знаете, хуже всего, наверное, чувствуем себя в этой студии мы с Наирой. Знаете почему? По сути, закон уже принят. 11 месяцев. Даже если ничего не произойдет, нам надо ждать 11 месяцев и все. Наш труд уже завершен. Мы не были инициаторами голодовки. Инициаторами голодовки была Асида Кортуа, Джансу Хадлиба, Иван Ачба. Мы вынуждены сейчас, по сути, требовать что-то с парламента атаковать в информационном плане аргументами парламент, потому что мы хотим просто уйти с площади. Мы не можем оставить своих товарищей на площади. Мы не смогли их уговорить эту голодовку не делать. Мы были категорически против, но они поставили вопрос ребром. И вы знаете, я смотрю, 11 день, ситуация такая, да? Сколько они еще выдержат? То есть, понимаете, я-то подождать сколько угодно могу. Мы будем вокруг них ходить. Мы пытались, знаете, мы пытались подменить их, то есть поменяться. Люди приходят, говорят, мы думаем, сейчас Асида выйдет. Знаете, что происходит? И Асида остается. И эти люди остаются. И у нас идет процесс, мы хотим убрать, а расширение этой голодовки происходит. Мы в общественной палате сегодня были. Катастрофе может привести. Мы были сегодня в общественной палате. И мы ничего с этим не можем поделать. И просили помощи у кандидатов. И мы попросили, вот каждые три кандидата в вице-президенты, да? Была такая встреча за круглым столом. И я лично попросила их прийти на площадь. И там есть люди, которые будут голосовать за определенного кандидата. Подойдите к своим людям, ну, образно говоря, и попросите их сами уйти. Есть очень больной человек с двумя инсультами, с прочими заболеваниями. Нам действительно страшно, понимаете? Не уходит он. И нас спрашивают, кто берет на себя ответственность. Вот вы предугадали мой вопрос. Возможно, всяко. Мы не берем никакой ответственности. Ну, кто в итоге в этой ситуации берет на себя ответственность? А вообще, можно спросить, да? Да, пожалуйста. Такой встречный вопрос, я извиняюсь. Тоже мне? Нет, не вам. Вообще, вот, как бы, в общем, и к парламенту, и, как бы, в частности, к тебе, Астаму. Вот вы сами, вот, как себе представляете? Вы понимаете, мы не собираемся уходить. Люди во всем, во всем нет, но уже даже за рубежом начинают садиться на голодовку. Это будет иметь очень нехороший резонанс вообще для, я как не политик, и то понимаю, что в политике это, кажется, пахнет нехорошо. В любом случае. Вы понимаете, тут вы просто должны уяснить, если нас не придут дубинками, не забьют и не вытащат с площади, мы не уйдем оттуда. Я даже вам больше сейчас скажу. Вот мы сидим уже ровно, уже 9 дней, ровно, завтра начинаем, нет, завтра 10 день. Завтра 10 день. В течение 10 дней ни один человек вот с нашей городской администрацией не поинтересовался, что у нас вообще происходит на площади. Вообще у нас вот страна чудесная. Это уже другая тема. Это уже другая история. Хорошо. Это уже другая история. У нас мало времени, давайте вернемся к нашей проблеме. Кто-то нас будет выносить оттуда с этой площади или нам вынесут туда готовый законопроект. Вот очень хочется знать. Асида Зурабовна, вам общественная палата предлагала перенести голодовку в здание общественной палаты и продолжать диалог в общественной палате. Да, было такое предложение. Астамур и Наира, я присутствую, тоже вас просили прислушаться к этому предложению. Вы понимаете, Саид, мы, конечно же, с Астамуром не дадим себя манипулировать никому. Даже из тех людей, кто голодает там же на площади. Я не позволю манипулировать мной, Астамуром и нашей группой. У нас великолепные ребята. Мы с ними вот благодаря голодающим на площади еще больше сблизились и стали понимать друг друга. Мы друг с другом пойдем на разведку и до конца, да. Но я всегда была против радикальных мер. В ущерб здоровью людей что-либо выстраивать, это очень плохо. Но мне непонятно отношение депутатов в целом. То есть каждый из них, ну, 10 человек примерно, может чуть больше пришли. Каждый из них приходит и говорит, я вот там за, а вот там вот может быть, но всякие вот эти вот. Это лицемерие, я считаю. Если вы все за, почему же все эти 10 человек, которые были у нас, не поддержат Астамура Логуа и не скажут, давайте соберемся и в конце концов внесем эти поправки. Разве это трудно сделать за день, за два, за три? Сколько дней люди будут сидеть? Так голодающих у нас добавляется все больше и больше. Один из них пытался сегодня манипулировать мной. Я тут сижу, это мой желудок, это не двой желудок. Извините. Нет, это я тоже скажу. Я тоже могу сесть голодать. Нет, ничего со мной не будет. Ну пусть тот, который мне это говорит или тот, который меня упрекает, идет ко мне домой, кормит моего ребенка, отправляет в школу. У меня есть свои обязательства. Я женщина, я мать детей. Поэтому здесь вот это есть разговоры в интернете тоже. Вот много чего уже наслоилось, говорится. Много неприятного и много приятного. В общем, разное есть. Но нам бы хотелось бы все-таки вернуться к вопросу, к цели. Чего мы хотим? Мы не хотим спорить с журналистами. Мы приносим глубочайшие извинения о ГТРК, если мы их в чем-то подвели. Вы не от Стамуру очень. Это нервозная ситуация, понимаете? Когда тебе говорят, что ты ответственен за жизни людей, ты нервничаешь, и ты кидаешься во все стороны. Ты не можешь собраться. Мы Стамуру помогаем. Мы очень ему помогаем, потому что он как бы лидер у нас. Он вытянул эту инициативу, и мы ему пытаемся во всем помочь. Вы себя ответственность снимаете, а ответственность все равно у общества воспринимается. У меня вопрос. Которая не хочет принимать. У нас, с одной стороны, 35 депутатов парламента, которые по разным причинам, которые мы здесь выяснить, так и не смогли, не собираются. Мы не сможем, это надо к депутатам обращать. С другой стороны, у нас люди, которые уже 9 дней голодают. Между ними стена. Вот со стороны людей, которые голодают, набирается целая армия, которые поддерживают людей. Получается, это 7-9 тысяч человек, которые ни Асида Зурабовна, ни вы, ни вы, Астамур, никогда не сможете проконтролировать. У меня вопрос. Стоит ли игра свеч, когда разворачивается такой огромный, уже неконтролируемый процесс? Вы за это готовы взять на себя ответственность? Вы знаете, как я вам скажу, на этот вопрос отвечу. Стоит ли игра свеч в том плане, что там человеческая жизнь может пострадать? Конечно. И не только ваша, а людей, которые придут. Да, и людей тоже. Вы понимаете, вот мы, вот я вот вам еще раз хочу сказать, что всю ответственность, лично я считаю, так, считаю, вообще имею право на это, возложить на наш депутатский состав, который никак не хочет реагировать на это дело. Оно имеет смысл, потому что это уже стало общей идеей, не моей только, не 20-й статьи только, это всего народа. Вы понимаете, в народе уже, не знаю, 20 лет, как минимум, я думаю, убили в людях веру. Веру в хорошее, веру в доброе, веру во что-то возвышенное. Вы не боитесь, что через 20 дней у народа умрет не только вера в хорошее, а вообще, в принципе, в то, что существует в государстве? Я вообще всего боюсь на сегодняшний день, если честно. Более конкретно. Давайте уступим, мы же абхазцы. Мы друзья. Мы все здесь друзья, мы все здесь друзья, хорошо с тобой. Не знаете, что интересно, как у вас, с тобой, у вас же есть связка с российскими коллегами? Вы дружите, наверняка общаетесь. Они вас не спрашивают, что за у вас проблема, что за это экстремисты, которые голодают. И вы им как отвечаете? Они хотят, чтобы мы приняли закон о декларировании полностью. И я не могу сказать, что 9 человек полностью придут в одночасье, в один день на эту площадь. Но мы не ставим задачи такой, убрать депутатский корпус, обновить ее. Таких задач у нас нет. Если кому-то очень хочется, то он глубоко ошибается. Нашими руками мы не слепые котята. Мы абсолютно во всем разбираемся. Между собой обсуждаем о всех возможностях, страхах, вариантах и так далее и тому подобное. Все, что будет от нас зависеть, мы сделаем. Мы пригласим на площадь своих друзей, родственников, которые будут ходить по этой площади. Мы пригласим СГБ, МВД, попросим помощи всех. Если будет народ, если придет огромное количество на эту площадь. Но в руки нечистоплотным политикам мы эту площадку не дадим. Это первое. Второе. Это я мысль уже озвучила. И второе. Наш народ, вы знаете, очень даже разумный. Это не быдло какое-то. Они страдались по правде, по справедливости. Ведь нет справедливого распределения ресурсов. Ведь все это оттуда идет. Не только о взятках, о декларировании вопрос идет. Люди хотят чуть-чуть вздохнуть. Социальный образ жизни должен чуть-чуть улучшиться. Надо убрать какие-то серые схемы, которые существуют финансовые. Очень многое, что можно сделать. Если из банка воруются огромные средства денег, и у МВД, у правоохранительных органов нет закона. Был бы этот закон о декларировании, наверное, тот самый чиновник крупный не купил бы за 90 миллионов рублей квартиру в центре Москвы. Я понимаю все, о чем вы говорите. И все-таки буду настаивать на том, чтобы вы вернулись к моему вопросу. Мне очень важно услышать вот этот ответ. Каким будет? Это же очень много раз за целый час, что мы находимся в эфире, звучали фразы о том, что все очень серьезно. Все очень сложно. За нами стоит очень много людей. Мы предлагаем сделать следующее. Это же угроза. Нет, я не имею в виду, что угроза со стороны тех, кто говорит. Угроза государственности, вы хотите сказать? Я вам скажу, что нужно сделать для этого. Пожалуйста, я вам отвечу. Это не угроза, это когда я выламываю двери, мы выламываем друг другу двери и занимаем кресло, вот это угроза. А когда мы документально общаемся по аргументам, это не угроза, это аргумент. Даже тысячи людей придут на площадь завтра, значит туда должен прийти премьер-министр, исполняющий обязанности президента, туда должен прийти спикер парламента, наш уважаемый Валерий Ельмельевич. Они к вам пока не приходили. Туда должны прийти все депутаты, там есть трибуна, мы найдем где-нибудь микрофон, уже где-нибудь колонки поставим и пускай нам все скажут, кто против поправок и кто за. Вот прям же там открыто это все сделано. Мы так надеялись услышать от вас, в частности Астамур, тоже все-таки против. Все закончится, все пойдут домой. Только пойменное голосование. Все пойдут домой, все мы разбежимся, все будет хорошо. Мы понимаем даже частности, вот понимаете, вы правильно меня поймите, я могу еще очень долго ждать, я годы ждал этого закона, он уже вот практически обрисован, да, я там могу подождать. Вопрос в другом. Вопрос в другом, люди поставили вопрос таким образом, либо сейчас. Кстати, вот по поводу референдума, вы знаете, какой второй вопрос на референдум хотят вынести? Первый, по признанию незаконного обогащения уголовным деянием, а второй, вот у меня доверие парламенту. Стоит ли нам, нужен ли Абхазии такой парламент, который не может в течение нескольких лет принять закон о декларировании собственности? Я вполне допускаю, что есть такие мысли, и есть такие настроения, я абсолютно убежден, что настроения есть. Мы предлагаем депутатам, давайте придем к консенсусу, давайте что-то решим, давайте договоримся. Я хочу вам просто очень коротко, мы сейчас не популизма ради, я и с Аидом говорил, и с редакцией дорогой говорил, когда мне сегодня звонили, и Астамур хорошо мое мнение знает. Слушайте, мне самому сюда идти не хотелось сегодня. Мы знаем это. Потому что, знаете, мне это, не хочу я лишний пиар для себя устраивать и так далее. Это не пиар. Ну, якобы я поддерживаю, все остальные не поддерживают. Потому мне тоже хочется, чтобы в конце концов, чтобы эти поправки вынеслись на сессию, чтобы депутаты высказались по этому поводу, и на этом разговор закончился. Примут, примут, не примут. И более того, я вам хочу сказать, что наша редакторская группа обращалась и к вам, Наира, и к вам, Астамур, с просьбой помочь нам пригласить сюда. Да, депутатов парламента, но, увы, к сожалению. Вы знаете, как мы его просили? Астамур отказывался идти. Я ему сказал, нам не дадут возможность высказать наше мнение, если ты просто не будешь присутствовать. Он говорит, о чем я буду говорить, господи. Там все понятно. Ну, приди просто, говорю, вот он оказался здесь. Это такие плохие ГТРК не дали. Не-не-не, мы не говорим. Вы прекрасные ребята. Это я так скажу. Я же нехороший. Дорогие гости, мы находимся уже час в прямом эфире. Астамур, коротко вам даю возможность, еще раз напоминаю вам, что вот камера здесь. У вас есть возможность обратиться и к Асиде Зурабовне, и к остальным ребятам, которые находятся на площади. И, возможно, еще раз озвучить просьбу, прекратить голодовку. Потому как, наверное, вот все те три тысячи человек, с которыми вы говорили, и чью боль вы пропустили через сердце, первое, чего они хотят, это чтобы вы чувствовали себя в безопасности, находились в безопасности и были здоровы. Я думаю, Асида Кортула, будущий наш депутат в парламенте. В этом мы сходимся абсолютно. Я разделяю ваши опасения. Более того, если нас что-то и держит на площади сегодня, это вы. Мы хотим, чтобы все благополучно разрешилось. Мы не хотим, чтобы хорошие люди, тем более, подорвали свое здоровье. Мы их просим каждый день. К сожалению, пока у нас не получается. У нас даже большее расширение масштаба в акции получается. Единственный, кто нам может помочь, на самом деле, это парламент республики. Понимаете, мы, по сути, также являемся заложниками ситуации. Все эти годы мы вели людей. Сегодня, вот кто? Вот у нас небольшая группа, а сегодня нас ведет нас. Было апологичной цепочкой, мы шли шаг за шагом. Иван, вот они ведут нас. Понимаете, мы, наоборот, за ними вынуждены идти. И вот они сделают следующий шаг, мы вынуждены делать вместе с ними этот шаг. Они требуют? Мы просим, если это возможно. А если вы ради них откажетесь делать эти шаги, вы об этом не задумывались? Просто отказаться ради них делать эти шаги. От чего отказаться? Они не нам сначала сказали, они не с Фиаршба, оказывается, это сказали. Только потом нам, оказывается. И Астамур говорит, Наира, наша с тобой ошибка. Нам надо было вообще из страны уехать. Никакой, говорит, двадцатая статья, ничего. Это, говорит, что? Что нам с этим делать? Была паника. На самом деле у нас была паника. Сейчас мы пытаемся, вот, в ту ситуацию, в которую они нас поставили, мы понимаем это все. Мы их очень хорошо понимаем. Но они объединили тысячи людей. Вы понимаете, что происходит? Но вот эта акция дала людям возможность объединить разные стороны. Здесь можно просмотреть много-много-множество плюсов. Людям не хватало этого общения. Сидеть там, за что-то болеть, за что-то страдать, за что-то хорошее, что может быть в нашей стране. Вот я обращаюсь к депутатам нашего парламента, многоуважаемому нашему спикеру. Мы не говорим вам, покиньте свой пост. Нет, мы в этом не заинтересованы. Ждать еще три месяца, боже упаси, голодающих на площади, куда я как на работу каждый день хожу с утра до вечера. И мы тоже не едим весь день. Вечером что-нибудь съешь плохо. Понимаете, много-много проблем возникает, очень много. Но я бы хотела, чтобы депутаты наши нас услышали. Помогите нам, пожалуйста. Вот с 20-й статьей Конвенции ООН мы вышли вот на финишную прямую. Мяч на вашей стороне. Приходите на площадь. Хотите, не приходите на площадь. Если вы их уговорите, господи. Созовите сессию, чтение. Дайте две вот эти поправки и внесите требования наших ребят, друзей. И чтобы этот закон вступил в силу к тому моменту, когда в государстве нашем будет новый президент и новая команда. Вот это требования наших ребят. Кстати, Саид, одна маленькая ремарка, но она очень важна. Если бы закон вступил в силу сейчас, то вы бы смогли, кандидаты президенты, уже бы декларировали собственность и активы на сайте Министерства по налогам и сборам. Уже вы смогли бы вот так одним кликом ознакомиться с тем же, кто поведет непримиримую борьбу с коррупцией. Уважаемые гости, мне только что сообщили за парадное, что некоторые депутаты парламента звонят в студию. И прямо сейчас также в очередной раз призывают, просят прекратить голодовку. Готовы встретиться завтра, послезавтра. Пусть приходят. Сесть за стол переговоров. А кто звонит? И продолжить. Не знаю, пока не сообщили. Если сообщат, я вам обязательно скажу. Ну, как бы моя задача была сейчас до вас это донести. Астамур, пожалуйста, ваше заключение. К сожалению, я, наверное, как и все здесь, мы вынуждены признать, что ни к чему конкретно мы не пришли. Не поняли, почему депутаты не принимают. Не пришли к тому, что голодающие отменят. В принципе, все, а возы ныне там. Все от них зависит. Астамур. Спасибо, Саид. Я еще раз хочу сказать, Асида, вот к вам обращаясь в первую очередь, и к ребятам, которые сегодня находятся на площади. Как Саид сказал, и этот час эфира тоже не дал пока никакого результата. Во-первых, я не могу ответственным быть за парламент Абхазии и сказать, что завтра этот вопрос решится. И этот час, и эти 9 дней, и за все это, как человек, по-человечески, конечно, хочу извиниться, потому что мы должны говорить правду. Мера ответственности на нас, никто из нас ее не снимал, и она на нас лежит. Я это прекрасно понимаю. Вам сил. Я, знаете, вот говорю про гражданское общество. Ну, я хочу вот еще что добавить. Вы сейчас сами сказали, что в Турции люди поддержали, наши братья из числа диаспоры поддержали ваши мероприятия. Я видел заявление в поддержку. Известно, что мы завтра сделаем, что произойдет послезавтра. Но я верю в то, что когда я был маленьким, случилась война. Мало кто из, наверное, старшего поколения сегодня, разговаривая, даже ветераны говорили, что они шли, в принципе, на смерть только из-за того, что так было нужно, и только это можно было сделать для спасения будущих поколений. У них это получилось. Так вот, вот этот вопрос риторический. А что будет дальше? К чему это все придет? Я все-таки верю в благоразумие наших людей, нашего народа, в том числе ваше благоразумие, в том числе моих коллег и меня в том числе. И я надеюсь, что мы все с вами вместе придем к нормальному решению. Даст Бог, вот сегодня от Валерия Рамшуховича уже поступила хорошая инициатива. Он призвал Абхазское государство, поручил Министерству иностранных дел присоединиться к конвенции ООН. Я надеюсь, что и эти вопросы снимутся в ближайшее время. И вообще, друзья, то, чем мы сегодня занимаемся все вместе, если меня лично спросить, какие проблемы стоят в обществе. Кто-то говорит, наркомания, безусловно, наркомания, но она откуда-то берется. Я считаю, что это коррупция и это борьба с организованной преступностью. Если мы эти два вопроса будем планомерно решать и снимать, наша страна пойдет вперед и наши дети будут жить в нормальном обществе. И еще раз, я хочу, чтобы вы это знали, Наира, Асида. Мы в одной стране живем. Вы нас выбрали. Мы зеркальное отражение абхазского общества. Никогда не выбирали. В смысле, ну вы не выбираете, но 250 тысяч абхазского населения выбирает депутатов. Не верю. Нет, погодите, пожалуйста. Наш народ выбирает себе избранников. Депутатов, президентов. Мы с другой планеты не пришли. Мы все одинаково примерные люди. Так я к чему хочу сказать. Мне самому хочется, чтобы никто по истечению моего депутатского срока, а он скоро закончится, я не знаю, как моя судьба дальше сложится, чтобы мне в спину не говорили, что я незаконно обогатился, что я украл. Я в этом не заинтересован. По этой причине говорю, что поддерживаю эти идеи и надеюсь, что мы в ближайшие дни все-таки закроем этот вопрос и все вместе пойдем домой отдыхать. Асиду Зурабову. Сейчас дадим Асиду Зурабову слово. Вообще, вы говорите, как вообще выйти из этой ситуации, все там, что с нами делать, Астамур, то, что ты просишь, ты просишь с первого дня уже ровно девять дней. И, Наира, ты тоже самое, я не спорю, это была наша инициатива, мы сами пришли, сели, нас никто об этом как бы и не просил. И так как это была именно наша инициатива, мы ее до конца должны как бы до логического завершения довести. Я вижу таким логическое завершение, если можно сказать. Вот вы же говорите, мы все один народ, мы все друг друга любим, мы все друг друга понимаем. Там, которые на площади, поверьте, они такие хорошие, они такие чудесные. Вот я вам честное слово перед все Абхазии даю. Лучше них людей у нас, я вот лично не знаю. Вот что вам стоит, да, вот вы народные избранники, мы вас выбрали, вы наше зеркальное отражение. Пожалуйста, вот возьмитесь все вот, да, за руки, 35 человек с нашим спикером Гвардия. Придите, пожалуйста, на площадь, хоть один раз в жизни, все вместе, посмотрите в глаза своему народу, скажите им, пожалуйста, ну не хотим мы принимать этот закон, но не нужен он нам, он мешает кому-то воровать. Вот просто скажите, или же примите его. моменты, это уже давление. Не считаете ли вы, что как раз, может быть, наступила уже точка, наступил тот момент, когда вы свою правда цель, о которой наверняка будут рассказывать нашим поколениям, вы ее выполнили. Не считаете ли вы, что это уже дальше некая угроза нашему государству? Понимаете, нашей целью не было, чтобы нас рассказывали поколениям. Нет, я понимаю, я оцениваю. Наша цель, чтобы был принят этот закон. 9 тысяч подписей за вами. И вот вы понимаете, вот мне даже стыдно, да, что я требую от нашего парламента принять закон. Вообще-то вот как бы ненормально. То есть, что сегодня, вот с того момента, как за вами 9 тысяч, это уже на самом деле некая угроза нашему государству, где 9 тысяч человек готовы принимать... Нет, за нами вполне адекватные люди, которые также хотят закон. Они не требуют пойти снести парламент, прекратить выборы, агитировать на хаос. Нет, за нами адекватные люди. Они единственное, о чем просят, о чем просят, если соберемся, хотим посмотреть на наше зеркальное отражение. Спасибо большое. Асида, ты хочешь строить, по сути, великую хартию вольности, ее так принимали, знаете? Королю пообещали оставить корону, и вот так и ее приняли. Мне кажется, просто мы пытаемся говорить о жизнях людей, и эти жизни, на самом деле, каждая из которых очень важна, потому что эти люди борются за интересы каждого из нас. И любая трагедия с каждым из них может привести к последствиям, с которыми расхлебывать будут многие поколения вполне себе возможно. Мы сегодня, кстати говоря, обращались к роду с ним, мы этим занимаемся. Завершая встречу, я бы хотел, Асида Зурабовна, дать возможность вам обратиться к людям, обратиться к парламенту. Пожалуйста, в эту камеру, и вот вашими словами завершим сегодняшнюю встречу. Люди, народ мой, я даже уже, знаете, не хочу вот этих громких слов говорить. Мой народ, моя Абхазия, вот просто люди, вы самые замечательные. Я вообще, знаете, вот что вот для себя вот сейчас решила, не только сейчас вот все эти дни, 9 дней сидим как бы без дела, но много о чем можно подумать. Я вот сама себе дала слово каждый день, хотя бы вот каким-нибудь постом доносить до каждого, что вы все замечательные, что вы все самые-самые лучшие, что наша Абхазия, ну просто замечательная. И живущий народ на ней самый замечательный. Я понимаю, вас убили эту веру, веру в себя, в нас убили веру в себя, понимаете? Мы вот ходим и думаем, а вот он, сволочь, там за нашей спиной где-то что-то может делать. Нет, мы должны доверять друг другу. Вот как вы сегодня поверили в нас, вот люди верят нам, мне это очень приятно. Вот это самое большое наше достижение. Они верят. Верьте друг другу, пожалуйста. Никогда вот это не переставайте делать. Самое главное это вера. Вера в наше единство. У нас нет врагов. Парламент, ну не враг он нам, понимаете? Он нам не враг. Вот мы же вот так, когда выйдем на улицу, мы прекрасно общаемся со Ставором Астамура. Я вообще с детства знаю. Когда-то и учила его абхазскому языку. Дело не в этом, да. Все друзья, а результата нет. А результата нет, потому что мы хотим, мы хотим, Саид, понять их. Вот мы же 10 дней стараемся понять. Нам сказали выходные. Он за 8 лет не понял. Мы сказали, нам сказали выходные, мы подождали. Нам сказали 8 марта, мы подождали. Там что-то случилось, мы подождали. Но мы же тоже заслуживаем, чтобы на нас посмотрели, правильно? На нас посмотрели 9 тысяч человек. Асида Зурабовна, это самый главный результат. Это самый главный результат. На самом деле переформатировали отношения мы, желая этого или нет, отношения между властью, парламентом и народом. Вот 9 тысяч человек, это активное гражданское общество. То, о чем мы говорили много лет, писали в Фейсбуке, в Абхазском политическом форуме, в других группах, что у нас нет активного гражданского общества, которое бы влияло на какие-то политические вопросы, моменты, которые бы изменили социальный уровень жизни нашего народа. Вот это активное гражданское общество, они собрали. Вот в этом есть огромнейший плюс. И я очень надеюсь, что вот этот мяч, который мы дали в руки парламенту, обновив эти отношения, это очень важно. Это важнейший момент. Я хотела бы, чтобы вы обратили на это внимание. Больше часа транслируются в социальных сетях, там активно все комментируют, вам полминутки. Все равно хочу, чтобы Асида Зурабовна завершила нашу встречу, поэтому полминутки. Я хотел бы, знаете, о чем сказать? Вот вы представьте себе, Песлан Камке, человек с научной степенью, преподающий в Сочи. Насколько я знаю, сторонник Аслана Бжаня собирает подписи в Сочи, едет в Азюбжу, привозит сюда Виано Рашба, герой Абхазии, сторонник Леонида Зябшба. Но человек с первой секунды, который помогает нам. Наира Амалия, голосовавшая в прошлых выборах за другого кандидата. Я сам бывший кандидат, голосовавший против других кандидатов. Вы понимаете, такого не было. Наша элита привыкла как? Поделить портфели, договориться с влиятельными людьми и все нормально. Они не учли гражданского, настоящего. Гражданское общество не только, но и НПО присылает деньги суда. Это не гражданское общество, к сожалению. Астанур, мы повторяемся. Это очень важно, этим дорожить надо. Очень важно. Цените, что мы вам дали в руки. Очень важно. Асида Зурабовна, для меня правда принципиально, чтобы последнее слово сегодня в этом эфире было за вами. Ну, что могу вам сказать? Акция протеста, она не прекратится. Это я могу с уверенностью вам сказать. Ну, на всю Абхазию мы это заявляем. Это не мое личное решение. Это нас уже там 6 человек плюс 6 в Турции. Не знаю, где еще флешмобом это прокатится. Это уже принимают такую форму. Это не угроза. Я просто констатирую факт. Опять-таки это говорю. И очень одна такая вот маленькая, большая просьба, не знаю, Стамур, лично тебе, вот и тем, кто слышит меня сегодня, не знаю, кто это будет. Вот именно то, что сегодня спикер парламента Гвардия передал МИДу, пусть не будет причиной непринятия этого закона. Не закона, а права к закону. Ну, пусть вот будет так. Этот закон, я лично со своей колокольни считаю так, что он нигде не мешает, если даже они примут тот закон в полном его объеме. Я больше чем уверена. Вы знаете, мы настолько уже все в этом начали разбираться. Честно вам говорю. Одно другому никак не мешать. Оно даже более поможет. Правильно? Алексей Дазурадовна, могу вас попросить, через год будут новые выборы в парламент. Пожалуйста, баллотируйтесь и желательно от моего округа. Нет, спасибо большое. Не хочу, честно, не хочу. Обязательно отдам свой голос. У меня, знаете, такое чувство, как вот на улице мы все хорошие, как туда заходят, что-то там с ними происходит невообразимое. Ну и проверим. Да, сто процентов. Я ни в коем случае не прошу вас расходиться. Мы попрощаемся с телезрителями. Если будет желание, попьем обязательно кофе, попьем обязательно чай. Уважаемые телезрители, более полутора часа мы находились в прямом эфире. Для нас было важно донести позиции.